Дрэнчник крок по кроку, позжум аедын, лэкция усма, чэнщь бэ, цо любимы ещь, што мы любим кушать. Итак, перед нами два глагола, часовник ещь, есть кушать, и часовник пить, глагол пить. Давайте их проспрягаем. Я ем, ты ешь, он, она, ону, е, мы, емы, вы, ече, они, оны, едзом. Обратите внимание на форму они, едзом, от слова едзения, потому что, когда будем изучать глаголы движения, ядом, они едут, и они едзом, они кушают, почему-то у некоторых бывает путаница, от слова едзения, едзом. И третья форма он, она, оно, е, часовник пить, я пие, ты пиешь, он, она пие, мы пиемы, вы пиече, они, оны, пиём. И давайте послушаем диалог, а потом ответим на вопросы, что на завтрак кушает каждый из героев, из участников диалога. Сейчас я включу аудио, вы, пожалуйста, глазками следите за текстом на экране. День добрый. Дише, очень вкусный темат, едзение. Смачный? Как обед? Да, это такой жарт. Едзение? То я уже уже съем голодный. Том, что обычно ешь на съедание в доме? В США ем грзанки с джемом или маслом ореховым. А что пиешь? Кава с млекем. С кукром или без кукру? Без кукру. Анжела, что обычно едут англицы на съедание? На традиционное съедание ем очень много. Яйко с беконом, печали, фасольку. О, это очень тяжело. Да, это правда. Я нормально ем только огурт или млеко с пиатками. А ты, мами, что ешь на съедание в Японии? Рыж и деликатную зупу мисо. Зупу? На съедание? Да. А что ешь в Немчах? Огурт, млеко с пиатками, какой-то овощ или канапка? Что это «канапка»? Да, я знаю. «канапка» то хлеб с маслом и например с сынкой или с сером. Когда есть пауза, ем всегда «канапку». Ага, уже знаю. Уве, с чем обычно ешь «канапку»? Ем «канапку» с сынкой или с худой киевбасой и с помидором. Воли с темный хлеб или ясный? Воли ясный хлеб. А что пиешь? Мокную чарную каву и сок помарањчовый. Я тоже воле каве, але воле слабоў и бялоў. Светня! Вот мы послушали диалог «кто что кушает и кто что пьет» и давайте ответим на вопросы теперь «кто же у нас что кушает и ест». Первый герой у нас на съедание ем. На завтрак я ем грзанка с джемом, альбо с маслом ожеховым пие кавы с млекем без цукор. Грелка с вареньем или с маслом ореховым пью кофе с молоком без сахара. Анжела начнеданье е или она себе гледит «я начнеданье ем» йогурт либо млеко с платками. Я на завтра кушаю йогурт или молоко с хлопьями. Начнеданье ем йогурт, млеко с платками, овоц альбо канапка, пие моцном чарным кавы и сок помарањчовым. Йогурт, молоко с хлопьями, какой-то фрукт или бутерброд, канапка, бутерброд, пью чорный крепкий кофе и сок апельсиновый. И давайте прочтём слова, такие антонимы. Ясный не ровно щечемный, то есть ясный не равно тёмный. Моцный – слабый, крепкий – слабый. Туусты – худый, жирный – нежирный. С цукром – без цукру, с млекем – без млека, с цитрыном – без цитрыны, с лодем – без лоду, с сахаром – без сахара, с молоком – без молока, с лимоном – без лимона, с льдом – без льда. Итак, напомним, какие у нас есть приёмы пищи. Шнядание, обед, колацья – завтрак, обед, ужин. Но если мы говорим на шнядание, на обед, на колацье я ем, чили я пие, то есть на завтрак, на обед или на ужин я что-то кушаю или пью, то после на идёт у нас берник, на колацье. Это мы видим по женскому роду, ужин женского рода колацья. И давайте выполним упражнение номер три. Здесь нам нужно вставить правильную форму глаголов – кушать и пить, ещь и пить, ем – ешь, я ем – ты ешь, пие – пиешь, ты пьёшь – я пью. Смотрим в подсказочку и делаем упражнение. Они, они, значит, едзом, от слова едзения, они едзом хлеб с шинком и пиём, моцном, хербаты. Они, значит, пиём, потому что крепкий чай у нас пьётся. Каролина, то она, ведь, е, Каролина е булкой с маслом, Каролина ест булку с маслом. Мамі, то она, ведь, е, мамі е йогурт с платками, мамі кушать йогурт с хлопьями. Я пије, ез булокем, я пије, тылько чарном каве, я пью толька чорный кофе. Чы вы ече яичнице? Вы, венц, ече. Так, еме яичнице і пијеме горонцом хербаты. Мы, значит, емы, пијемы, едзим і пьём. Кароль, то он, венц, пије, Кароль пије какао. Кароль пьёт какао. Цо пије че? В скобочках у нас была вы, поэтому мы спрашиваем пије че, потому что окончание че всегда относится к вы. Цо пије че? Что вы пьёте? Сок помаранчовый, апельсиновый сок. Чы ты пијеш каве? Здесь у нас ты написано, значит, пијеш. Чы ты пијеш каве? Не, хербаты. Ты пьјеш кофе? Нет, чай. И перейдём к следующему упражнению, упражнение 4. Зачим они едзом канапка? С чем они кушают бутерброд? Здесь нам надо и берник, и ноженник, потому что ем что и с чем. Ем что – это берник, с чем – ноженник. И так, мы видим рисуночки, картиночки и говорим. Увы е хлеб, е то хлеб. Где у нас вот берник? Мужской родни одушевленный без изменений. Увы е хлеб. З чым? Цо виджимы на рисунку? Мы видим горчица, кетчуп, калбаса, масло. З чым? Увы е хлеб. З чым? З маслом, з келбасом, з кетчупем и з муштардом. Гарчица, муштарда. Готовая. Анжела. У нас что, с чем ест? Анжела. Е хлеб з жултым серем, з помидорем и з шинком. Я. Цо я ем? Я ем булке з яйкем, з вэндліном, з капчоностью, з муштардом. Женский род у нас иметь окончание а з огоньким осуществительное. Калбина е булке, е псо, смотрим берник, булке, булка родзеженске, е булке. З чым? Масло родзе нияки, з маслом. Сер бялый родземенский з серем, яким, бялым. Джем родземенский з джемем. Мьод родземенский з мьодем. Каролина кушает булку с маслом, с белым сыром, с вареньем и с мёдом. И давайте ещё раз вспомним глаголы. Часовники волить, есть, пить. Ещё раз прочтём, как они спрягаются. Я воле, ты волишь, он, она воли, мы волимы, вы волите, они, они волю. Ешь, кушать. Ем, ешь, он, она, е. Емы, ече, едзом, они, они, едзом. Пить, пить. Пие, пьешь, пие, он, она, пие. Мы, пьемы, пьече, они, они, пьём. И у нас с вами было две конструкции. Сейчас мы вспомним воле плюс берник, ниж плюс берник. То есть я предпочитаю что-то, чем что-то. В этой фразе у нас два раза нужен винительный падеж. Воле чарном хербате, ниж зелоном. Чарна хербата – женский род, поэтому хербате яком? Чарном, чы зелоном. Волишь чемный хлеб, ниж булка. Ты предпочитаешь чемный хлеб, остаётся без изменений, так как мужской род недушевлённый. Чем булку? Булка. Роди женский – булка, ниж булка. Каща – воле гронцом кавы, ниж жимный сок. Каща – то она, венц воле. Кася предпочитает горячий кофе, чем холодный сок. Гронца кава – в польском языке, то породзе женский. Пётр – то он, венц воле. Пётр воле – бялый сыр, ниж жёлтый сыр. Они воле – ананасовый сок, ниж помаранчовый сок. Проговаривайте, пожалуйста, вслух все предложения. И вторая конструкция у нас была – я ем или я пью что-то с чем-то. Я ем, пью плюс винительный падеж, плюс берник. С чем-то, может быть, с кем-то, кстати. Плюс ноженник – творительный падеж. И примеры. Читайте, пожалуйста, также вслух вместе со мной. Пие – то я. Пие хербаты с цукром и цитрыном. Я пью чай с сахаром и лимоном. Пие – то хербаты. Здесь у нас берник – хербаты. З чим? З цукрем и цитрыном. Ям канапка с жёлтым сыром и помидором. Ям – то? Канапка, бутерброд. З чим? З жёлтым сыром и помидором. Анана, то она, венц, е… Вот у нас подсказочка. Анана е бялое хлеб. З чим? З джемом трускавковым. Клубничным вареньем. Ешь, значит, ты ешь жёлёное ябко с цукром. Ну так, может, с цукром, али с цукерком чоколадовым. Ешь жёлёное ябко с цукерком чоколадовым. Цукерек – он мой в польском языке. Цукерек – мужского рода. Поэтому с цукерком, яким, шоколадовым. С шоколадной конфеткой. Ольга пие воду с мёдом. Ольга, то она, венц, пие, пьёт воду с мёдом. Также я прикреплю презентацию в описании к видео. Прикреплю ссылочку на презентацию. Можно будет ознакомиться с разными продуктами в табличке. А мы с вами пойдём дальше. Обед – обед. И что мы можем кушать на обед? Во-первых, обед у нас включает первые блюда и вторые блюда. Первое дание – друге дание. Первое блюдо – второе блюдо. На первое, как правило, мы кушаем суп. Зупа – суп. Что мы можем кушать на второе блюдо? Менцо, курчак, мясо, курица, котлет, рыба. Котлета или рыба. Из гарниров у нас могут быть жемняки, картошка. Жемняки, потому что растут в земле. Жемняки. Каша. Фрытки. Фрытки. Картошка фри. Макарон. Макароны. Всегда в единственном числе макарон. Один как будто бы, хотя в русском игре макароны. Рыж – это рис. Также мы можем кушать салатка, может быть, у нас на обед. И салата. Салата – это лиственный зелёный салат, который растёт. А салатка – это что-то порезанное, смешанное в тарелочке. Уже салат какой-то готовый. Сурувка – это салат из сырых овощей, зелени там. Сурувка. Давайте прочтём диалог и переведём. Анжела, чы то правда же в Англии завша еч рыбы с фрытками на обед? А может то тырко стереотип? Анжела, правда ли, что в Англии вы всегда едите, вы еча, вы едите рыбу с картошкой фри на обед? Или может это только стереотип? То есть и стереотип, и правда. Это и стереотип, и правда. Я бардо любя рыбы с фрытками. Я очень люблю рыбу с картошкой фри. Любя тэш спагетти и пицца. Я люблю также спагетти и пиццу. Моя мама готовит прекрасно мясо с соусом гравы. Это наше любимое блюдо. Даня ровноще потрава. То есть и то и то слово переводится как блюдо. Я тэш ем чэнсто рыбы на обед. Я тоже часто кушаю рыбу на обед. Бардо любя фрути демары. Я очень люблю вот эти фрути демары. Извини, как сказать по-польски фрути демары? Овоце море. То есть если дословно, то фрукты моря. Но мы красиво переведем морепродукты. Запоминаем морепродукты. Овоце море. Как будто бы фрукты моря. Денькуя. Спасибо. И перед нами табличка на жендник. Личь бы многий. Множественное число творительного падежа. Мы с вами уже об этом говорили. Повторим. Во множественном числе в творительном падеже, вне зависимости от рода, мужской, женский или средний это род, все прилагательные имеют окончание ими-ими, а все существительные имеют окончание ами. Например, средний род десер с сладкими ябками. Десерт со сладкими яблоками. Здесь прям один в один, как в русском языке. Женский род соус с желеными оливками. Соус с зелеными оливками. Один в один, как в русском языке. Мужской род салата с сушеными помидорами. Салат с сушеными помидорами, как в русском языке. И давайте выполним упражнение. Два упражнения. В третьем упражнении нам нужно сказать берник или ноженник, винительный или творительный падеж. Напомню, что берник, вот повяды на пытание кого-то, кого-что, ноженник, ким, чим, с ким, с чем, кем, чем, с кем, с чем. Ноженник у нас вот подсказочка есть. И второе, четвертое, то есть упражнение. Здесь у нас ноженник, лишь бы многих, во множественном числе. Сделаем третье упражнение из скобочек, достаем слова и делаем с ними правильную форму, правильное окончание к ним добавляем. На шнадане zwykle ем хлеб с маслом и с худым шинком. С чем? С худым шинком. Ем теж желтый сыр. На завтрак обычно я ем хлеб, верник, мужской рот нас не изменяется, с чем? Масло, средний рот, эм, значит, существительна с маслом и с нежирной ветчиной, женский рот, ом-ом, с худым шинком. Ем также желтый сыр. Часто пие, пиецо, белом каве, берник, с чем? С цукрем, с сахаром. На обед, то есть часто пью белый кофе, то есть кофе с молоком, с сахаром. На обед ем зупе помидоровом, с чем? С рыжем. На обед я кушаю, что? Берник, суп помидорный, то есть томатный суп, с чем? С рисом. Альбо росу, с макароны. Альбо цо, берник, росу, бульон, с чем? Наженник, с макаронами, с макаронами, бульон, с макаронами. Любим менсо с печеными жемняками и с зеленым салатом. Я люблю что? Берник, я люблю мясо с чем? Наженник, с печеными картошками, то есть печеной картошкой и с зеленым салатом. На кулацья, на ужин, на кулацье ем цось легкего и пие цо, пие хербата с чим? С цитрыном. На ужин я кушаю что-то легкое и пью чай, берник здесь у нас, с чем? Наженник, с лимоном. Делаем следующее упражнение, подсматриваем табличку, хотя здесь все очень просто. Пицца с чел? Пицца с печарками. Всегда усуществительное ами, окончание, у прилагательных ими-име. Печарка – это шампиньон. Рыба с фритками. Рыба с картошкой фрит. Котлет с жемняками и кишоными огурками. Котлета с картошками, если так дословно с картофелем, и квашеными огурцами. Салатка с помидорами, чорными оливками, готовными яйками. Значит, салат с помидорами, чорными оливками и с вареными яйцами. Часто с ябками и с малинами. Пирог с яблоками и с малиной. И еще немножечко мы поговорим о наженднику, лишь бы многей. Прошу. И я сейчас чуть-чуть поговорим о наженднику, лишь бы многей. Что-то с презентацией. О творительном падеже, множественном числа. Смотрите, мы знаем, что независимо от рода, мужской, женский или средний род, у нас прилагательное имя-име имеет окончание, существительное ами. Но есть слова-исключения в мужском роде, где не ами окончание, а просто ми. Например, с гощами, конями, с гостями, с конями, как мы с лошадьми. Лищами, с листьями, людьми, с людьми, брачми, с братьями, джечми, с детьми, с пшиячуми, с друзьями, с пенензми, с деньгами, доньми, ладонями. Просто запоминаем эти слова. Давайте почитаем еще несколько примеров. Пойдем из пшиячуми до парку о двунастый. Как раз слово-исключение. То есть мы не говорим с пшиячумами. Нет, только с пшиячуми. Пойдем мы, пойдем с друзьями в парк в двенадцать часов. Повторяйте, пожалуйста, все в слух вместе со мной. Бакча завше приезжа до нас с огурками и помидорами, дойжалыми овоцами и выживами. Бабушка всегда приезжает к нам с чем? Вот он наш пошел, творительный падеж, множественное село. С огурцами, с помидорами, со спелыми, дойжалыми, спелыми, как будто он долежал до своей спелости. Дойжалыми, спелыми, фруктами и овощами. Любя щедить и читать кщеншке под жилными джевами. Я люблю сидеть и читать книгу под зелеными деревьями. Самолеты летают над высокими горами, над небескими моржами, над квитнонцами лонками. Самолеты летают над высокими горами, над синими морями, над цветущими лугами. То есть мы видим, что ноженник у нас может быть не просто, когда мы кем-чем, но также с кем-чем, под кем-под чем, над кем-над чем. С предлогами. Твоя цурка увельбя бавитьще с пинкными лальками. Твоя дочка любит играть с красивыми куклами. Мы с девочками, мы с ким? Мы с девочками, с девчонками. Мы с девочками, с девчонками придем к вам послезавтра в шесть часов. Возвращаемся к учебнику и также еще несколько упражнений сделаем. Здесь нам нужно вставить слова из рамочки. Давайте их вставим, прочтем и переведем. Кохание, обращение, может быть, как к девушке, так и к мужчине. То есть дорогой, дорогая, любимая, любимая. Ну, пан Майк, пан и Майк, к сожалению, обращаются. Потом любимая, что сегодня на ужин? Салатка, я же нова. Овощной салат. Тощветне, где Кароль и Каролина? Это отлично, а где Кароль с Каролиной? Робем тосты и хербаты. Они делают тосты и чай. Готовы. Мами, запрошамы на кулацию. Готовы. Мами, приглашаем тебя на ужин. Денькуя бардо, ёш и дэн. Спасибо большое, я уже иду. И в этом упражнении нам нужно раскрыть то в скобки и сделать слово, поставить слово в правильную форму. Смачное го, приятного аппетита. Мами, то ест традиционно польская салатка. Мами, это традиционный польский салат. З чем она ест? З чем она? Как раз наш наженник. Ким, чем, с ким, с чем. З чем она ест? З чем она ест? З чем она этот салат? З жемняками. Здесь мы видим жемняк, лишь во многих. Значит, ами. З жемняками, з мархевком, женский рот, ом-ом в наженнику, з мархевку. З цебулем, женский рот. З яйками, кишоными огурками, яблуками и, очевидно, с майонезом. Этот салат с картошками, если множественное число, с картофелем, с морковкой, с луком, с яйцами, с кислыми огурцами, с яблоками и, конечно, с майонезом. Очень вкусно, это пышно, это вкусно, то есть синонимы слова. Еще есть такое выражение, а лишь пыха, или просто пыха, то есть вкусняшка, ну вкуснятина. Пышно, пышное, вкусно. И повторение, повторение, последнее на сегодня у нас есть продукт, то есть продукт какой-то и потрава, какое-то блюдо. Нам нужно предложенные слова сказать, продукт это или блюдо. Итак, к продуктам у нас относятся сыр, яйка, рыба, шинка, йогурт. Йогурт, я еще раз, но люби бардзу йогурт. Так, сыр, яйцо, рыба, ветчина и йогурт. До потравы, то, к блюду отнесем, что? Так, отнесем фритки, котлет с хабовы, пироги, пицца, яичница, зупа, омлет, кебаб. Фритки, картошка фри, напомню, котлет с хабовы, это отбивная. Есть еще котлет мельоны, это просто такая котлетка, а котлет с хабовы, это отбивная. Пироги, помню, вареники, зупа, это суп, кебаб, ну кебаб. До услышания вкруче.